Дорогие друзья, приветствую вас на моем канале, с вами Драсс Березовец. Сегодня у нас 28 июля 2022 года. Сегодня с вами поговорим о всех ключевых событиях минувших суток. Начнем с того, что госсекретарь США Антони Блинкин анонсировал свой телефонный звонок министру иностранных дел Российского Рейха Сергея Лаврова. Поговорить будет о судьбе двух американцев, которые хотят обменять на российского оружейного оборона Бута. Также поговорим о том, что оккупанты вынуждены искать решение после разрушения части Антоновского моста в Херсоне. Сегодня они начали сооружать понтонную приправу рядом с разрушенными опорами этого самого моста. Соответствующие флота появились в сети. О том, как в АСУ уже, по сути, начали контрнаступательную операцию на Херсонщине, о чем заявляют аналитики британской военной разведки. И, наконец, о том, что сегодня в Конгрессе США было заявлено о том, что есть двухпартийная поддержка передачи в Украине ракет Атакамс для Хаймарсов с радиусом действия до 300 километров. А Сенат тем временем единогласно проголосовал за признание России спонсором терроризма. Теперь слово за Нижней палатой представителей Конгресса. Ну, окончательное решение за Государственным департаментом США. Друзья, обо всем этом и другом поговорим далее в нашем обзоре. Начнем, как всегда, с подведения военных сводок Генштаба вооруженных сил Украины. Накануне мы отпраздновали юбилей ровно год с назначения на должность главнокомандующего Збройными Силами Украины генерала Валерия Залужного, с чем я его и поздравляю. И еще один юбилей. И мы прошли отметку в 40 тысяч убитых российских оккупантов. Вот такой у нас двойной юбилей накануне, чем всех причастных военнослужащих Збройных Сил Украины, ветеранов Збройных Сил Украины, всех волонтеров и патриотов Украины. Мы с этим поздравляем. Ну, смотрите, друзья, значит, по данным на сегодняшний день, 28 июля, количество уничтоженных оккупантов составило уже 40 тысяч 230 человек убитыми или плюс 160 за сутки. Свыше тысячи оккупантов находятся в украинском плену. 222 самолета сбито, 190 вертолетов. 1742 танка уничтожено, плюс 4 за сутки. 3979 БМП и БРДМ, плюс 8 за сутки. 894 артиллерийских системы, плюс 11 за сутки. 117 средств ПВО, 258 средств реактивного залпового огня. 2854 различного типа колесной техники, плюс 7 за сутки. 15 кораблей и катеров потоплено. И сбито 729 оперативно-тактических БПЛА или плюс 3 за минувшие сутки. Минувшим вечером государственный секретарь США Энтони Блинкин заявил во всеуслышание о том, что он собирается пообщаться впервые с момента начала войны Российского Рейха против Украины с министром иностранных дел Сергеем Лавровым. Делал это публично Энтони Блинкин, как бы извиняясь, поскольку сам факт общения с Лавровым это уже зашквар. И поэтому Энтони Блинкин сделал это публично, предупредив заранее. Но для этого у него есть один, собственно, очень важный повод. Он будет общаться с Лавровым относительно судьбы двух граждан США. Баскетболистки Бритни Грайнер, которую задержали по обвинению в хранении и транспортировке наркотиков. И Пола Уиллана, которого россияне обвиняют в шпионаже. И с 2018 года он еще содержится в СИЗО. Им обоим урожают достаточно длительные сроки заключения. Американцы будут предлагать обменять его на российского торговца оружием Виктора Бута. Кроме того, он собирается обсудить с Лавровым соглашение относительно разблокирования экспорта украинского зерна. Вся эта история в очередной раз демонстрирует нам, насколько сложно, на самом деле, западным политикам сейчас без скандала, без зашквара, без токсичности иметь любые контакты, в том числе вынужденные по служебным обязанностям с российскими чиновниками. Заметьте, какая дикая эволюция произошла. Если раньше тот же Лавров на короткой ноге общался со своими визави министрами странных дел США, Британии, той же Германии, Франции, да все ему звонили, собственно говоря, приезжали к нему с предложением, то сейчас максимум, на который он может рассчитывать, это какой-нибудь министрами странных дел Северной Кореи, Сирии, Белоруссии, ну или какой-нибудь там Никарагуа, в конце концов. Вот этот топ уровень. Ну и понятно, что этот повод глава путинской дипломатии, путинской дипломатии Рейха использует в очередной раз для того, чтобы обрушить на уши несчастного Энтони Блинкена очередной бред о распятых мальчиках, нацистах, которые убивают жителей Донбасса. Но стойкий Энтони Блинкен будет все это вынужден, очевидно, выслушать только ради спасения американских граждан. Тем временем, сегодня произошли две очень важные новости, которые пришли к нам из-за океана. Первая из новостей о том, что в Конгрессе США заявили о наличии двухпартийной поддержки, причем полной, предоставлении Украине ракет Атакамс с радиусом действия 300 км для уже знаменитых на весь мир систем залпового огня Хаймарс. Соответствующую информацию в интервью американскому телеканалу CNN озвучила член палаты представителей от нижней, это нижняя палата американского Конгресса, демократка Лиса Слоткин. Лиса Слоткин представляет Мичиган, она интересна тем, что в прошлом она была аналитиком Центрального разведывательного управления, а также работала в Министерстве обороны. Неплохая смесь, согласитесь, для конгрессвумен. И вот самое это сегодня Лиса Слоткин, выступая на сегодня брифинге, заявила и поделилась мнениями относительно того, что она общается со своими коллегами из обеих партий нижней палаты. И они заявили о том, что соответствующее решение, собственно говоря, уже вызрело. И она заявила о том, что США должны принять решение о выделении соответствующих новейших типов вооружений в течение максимум следующих 3-6 недель. Это нужно, по словам конгрессвумен Слоткин, для того, чтобы украинцы дали России по зубам, прежде чем наступит зима и получили наилучшие позиции, в частности продвинулись на юге. Также на этом брифинге была озвучена еще одна важная информация о том, что в Пентагоне оценивают общие потери российских оккупационных сил в ходе войны после 24 февраля более 75 тысяч убитыми и ранеными. По сути, эта цифра близкая, хотя она более, скажем так, оптимистичная для России, близкая к цифрам, которые дает Генштаб вооруженных сил Украины. Но, в любом случае, вот эта сама цифра, она не может не радовать. 75 тысяч, согласитесь, убитых и раненых орков, которая вселяет надежды относительно того, что эта цифра будет увеличена. И она, безусловно, будет увеличиваться с каждым и каждым месяцем. Идем далее. Сегодня Сенат США принял историческую резолюцию во всех смыслах, чем бы эта история не закончилась. Во всех смыслах историческую резолюцию единогласно, такое редко бывает, крайне редко бывает в американском Сенате. Тем не менее, сегодня сенатор от обеих партий единогласно приняли резолюцию, которая призывает государственного секретаря Энтони Блинкена объявить Россию государством спонсором терроризма. В этом списке уже находятся такие прекрасные страны, как Куба, напомню, Северная Корея, Ирак, Иран. Там Россию американские сенаторы призвали признать спонсором терроризма за ее преступные действия в Украине, Сирии, Грузии и в Чечне. А также аналогичный документ, аналогичная резолюция находится на рассмотрении нижней палаты представителей, где спикер Нэнси Пелоси также является ярой сторонницей принятия соответствующей резолюции. Хотя в американской иерархии, нужно сказать, принятие решения любой из палат является рекомендательным для исполнительной власти. Окончательное решение все равно за государственным департаментом США, а мы, как понимаем, спешить он не будет. Как и в случае с принятием решения о передаче ракет Атакамс. Пять дней назад советник Байдена по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан уже заявил, выступая в Аспене, о том, что Америка не будет спешить с передачей этих самых высокоточных ракет Атакамс, потому что это может привести к росту эскалации в этой войне. Понятно, что позиция американских конгрессменов, сенаторов более политическая и администрация Байдена будет тормозить принятие решения, как и в случае с резолюцией относительно признания России странной спонсором терроризма. То есть не следует ожидать, что единогласное голосование в Сенате или даже в Конгрессе приведет к резкому изменению позиции администрации Байдена. Тем не менее, в свете надвигающихся выборов промежуточных в Конгресс Байден будет каким-то вынужденным образом реагировать, поскольку если он никак не отреагирует, это будет тут же использовано в качестве козыря его политическими оппонентами из республиканской партии. Да и многие демократы будут, откровенно говоря, недовольными хотелось оппозиции американского президента. Нэнси Пелоси уже ранее обращала соответствующей просьбой к Антони Блинкену относительно признания России странной спонсором терроризма и даже предупреждала, что если Госдеп этого не сделает, Конгресс соответствующее решение примет. Ну и мало кто сомневается, что эта резолюция точно так же получит полную поддержку, если не единогласную, то близкую к единогласной в стенах Нижней Палаты представителей Конгресса. Вот такая дилемма, перед которой сегодня оказалась американская администрация. Сегодня в честь Дня Державности Украины, государственного праздника, который был установлен указом президента Зеленского, россияне нанесли удары по Украине с трех сторон. Калибрами морского базирования из акватории Черного моря, Искандерами с территории Белоруссии и ракетами Х-22 с территории Российской Федерации. Ракетные удары сегодня наносились по большей части территории Украины. Вся сегодня карта Украины была красной, ракеты прилетели сегодня, ну все практически, Харьковская область, Киевская, Николаевская, Запорожская, Днепропетровская область, Одесская. То есть все, то есть вся карта была красная, наносились многочисленные удары, разрушения по объектам, как военной, так и гражданской инфраструктуры. И все это будет, подсчеты еще ведутся, тем не менее все прекрасно понимают, что это месть за, с одной стороны, Антоновский мост, который уже частично разрушен, а с другой стороны, такой приветик, нацистский приветик Путина к государственному празднику. Но любят большевички, очень любят красные дни календаря. Они думают, что они тем самым смогут сломить дух украинского народа, если они устроят очередной обстрел в дню независимости, в дню украинской конституции или в дню украинской державности. Нет, я могу сказать, не открою вам секрета, это кроме ярости и роста ненависти к народам России и Белоруссии, друзья, нужно называть вообще своими именами, тех стран, с территории которых ведется эта агрессивная война, ничего кроме роста ненависти к этим странам это не несет. И россияне, и белорусы адекватные своих странам должны прекрасно понимать, что безусловно граждане Украины отделяют позицию тех, кто борется с режимами преступного картофельного дуча Лукашенко и кровавого фюрера российского рейха Путина, но тем не менее на отношении к народам этих стран вся эта ситуация отразится. И украинский народ имеет на это полное право, еще раз подчеркну, изменить свое отношение в сторону ухудшения, поскольку мы видим то, что сейчас происходит и мы видим неадекватно низкую, друзья, неадекватно низкую реакцию протестов против действий режимов двух военных преступников Путина и Лукашенко. Да, безусловно, есть люди, которые рискуют жизнью, рискуют своей свободой и борются, но их ничтожно мало, ничтожно мало. И украинский народ смотрит на эту ситуацию и делает свои выводы. И вы должны понимать, что эти выводы будут долгосрочными, отмотать эту тенденцию будет ой как сложно. Идем далее. Президент Турции Режеп Тей Прадеган заявил о том, что Путин, это правда новость не вчерашняя, но я ее пропустил, поэтому о ней хочу рассказать. Заявил о том, что Путин предлагал ему в ходе общения построить завод производства байрактаров в Объединенных Арабских Эмиратов. Эти байрактары должны были идти не только в ОАЭ, но и в Россию. Об этом он заявил на заседании правящей партии, правда не уточнил, какое решение он будет принимать. С учетом того, что байрактары это семейный бизнес Эрдегана, мы прекрасно понимаем, что подпадать под жесткие санкции американские они безусловно будут. Конечно он не собирается, байрактар в значительной мере комплектующий зависит от стран-смежников, в числе которых и Британия и Соединенные Штаты. И поэтому понятно, что никакого решения о постройке завода в Арабских Эмиратов или тем более завода, который будет поставлять беспилотники в Вооруженные Силы России, Эрдеган принимать не будет. Это скорее публичное озвучивание порка Путина, унижение Путина за то, что он подставил Эрдегана, обстреляв Одесский порт. И то, что я говорил, что месть турецкого султана непременно будет. Вот он и высек Путина, публично посмеялся, сказал, что вот Путин обратился ко мне с просьбой, но он не ответил, каким будет ответ, а ответ конечно же будет нет. Но публично Путина он унизил тем, что рассказал всю эту историю, подчеркнул то, что Путин, к нему соответствующей просьбой обращался, пришел в позе просителя и откровенно поиздевался над ним. Мы же понимаем, как к этому относится Путин. И откровенно поиздевался, озвучив всю, собственно говоря, эту историю, вывалив ее на всеобщее рассмотрение. Идем далее, друзья. Пресс-алкаше российского МИДа Мария Захарова очередной раз рассказала о собственных сексуальных девиациях. Поскольку старый конь Сергей Лавров, очевидно, прекратил удовлетворять извращенные желания Марии Захаровой, она решила перевести свое внимание на более молодого и популярного президента Зеленского. Мария Захарова сегодня вывалила свои личные сексуальные комплексы, когда написала о том, что теперь западные медиа раскручивают жену Зеленского. Вот такая она женская ревность. Ресурс Зеленского полностью ущерпан, написала Мария Захарова. Образ безнадежно протух, без приправы ее больше не подают. Внимание, теперь в политическом меню блюдо называется Зеленский под Еленой. Ну, а, наверное, она хотела, чтобы был Зеленский не под Еленой, а под Марией. Но, как говорят у нас в Украине, не так сталося, как гадалось. Идем далее, друзья. Сегодня также стало известно о том, что замглавы парламентской группы оппозиционной партии ХДС ХСС Йохан Вадефол призвал правительство Лава Фашольца немедленно открыть арсеналы Бундесвера для максимальной военной помощи Украине прямо сейчас. Он же рассказал о том, что, в принципе, о чем все догадывались, о том, что все заявления германского правительства о том, что помощь Украине пойдет широким потоком, не более чем блеф. А блеф по одной единственной причине, потому что выполнить это все немецкая промышленность, произвести, отремонтировать сможет не ранее, чем середина 2023 года. Каково? Вот какая она подстава со стороны политических оппонентов. Забавно, правда? Ну что ж, друзья, спасибо вам за просмотр сегодняшнего обзора. Надеюсь, вам было интересно. Мы все доработаем для вас. Если оказались на канале моем, впервые обязательно на него подпишитесь, поставьте лайки, шер и комментарии. И всячески распространяйте видео с моего канала, чтобы как можно больше людей узнало правду о преступлении Путина в Украине. Спасибо еще раз вам за просмотр, друзья. Слова с броненным силам Украины. Слава Украине. С вами был Тарас Березовец. До новых встреч, друзья. Пока-пока.